Я вас приглашаю в свою новую квартиру. Проходите. О своей новой квартире студентка медицинского колледжа Анастасия Ефремова рассказывает увлеченно. Просторная прихожая, светлая комната, необходимая мебель, кухонная группа. Однокомнатная квартира порядка 40 квадратных метров в жилом комплексе «Князь Голицын» станет серьезным подспорьем в жизни начинающего медицинского работника. Настя хочет стать акушером, любит учиться и читать. Здесь прекрасная лоджия, на которой я планирую сделать как маленькую свою библиотеку, потому что я очень сильно люблю читать. Шесть новых квартир для детей-сирот предоставлены по региональной программе «Жилище». С новосельем ребят поздравляет глава Одинцовского района Андрей Иванов. У каждого своя история жизни и серьезные планы. К примеру, Лиза Глуботская хочет заняться общественной деятельностью. Девушка показывает отличную учебу в колледже МГИМО, интересуется политикой и социальными науками. От лица всех ребят поблагодарить губернатора Московской области, Министерства образования Московской области, вас, Андрея Робертовича, администрацию Одинцовского муниципального района и, конечно же, компанию застройщика жилого комплекса «Князь Голицын». Поблагодарить за предоставленные нам квартиры, за заботу о нашем будущем. Ведь мы вступаем во взрослую жизнь и очень важно иметь свой дом. По условиям реализуемой программы, жилье, предоставляемое детям-сиротам, должно соответствовать ряду требованиям. Метраж не менее 37 квадратов. Доступна инфраструктура. Проведены ремонтные работы за счет муниципалитета. Застеклена лоджия, есть бытовая техника. Всего в этом году свои квартиры должны получить 11 детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за два с половиной года мы в Одинцовском районе выделили 40 квартир, 40 молодым людям вот этой категории – дети-сироты. Эффективно работает программа. Хочу выразить славу и благотворенности Андрею Юрьевичу за то, что эта программа, во-первых, работает, во-вторых, она наполняется постоянно деньгами. Мы своевременно можем выдавать, покупать и выдавать квартиры вот таким нуждающимся категориям граждан. Вообще эта программа, конечно, направлена на то, чтобы вот на том последнем, так скажем, этапе, когда ребенок вырос в замещающей семье или в детском доме, чтобы он не возвращался в ту асоциальную среду, из которой пришел, а чтобы он, ну что называется, начинал свою жизнь с хорошего. Поэтому я считаю, что это государственная программа, которая вот должна искоренить в будущем сиротство. Познакомиться друг с другом и поделиться планами на будущее – все это ребята вместе с руководством района, представителями компаний-застройщика и управления опеки, смогли сделать в неформальной обстановке. Свои квартиры новосела выбирали сами и заранее продумывали, чем еще дополнить новое жилье. В угол я планировал поставить компьютерный стол и место для работы, в центр поставить плазму, всякие интерьер, тумбочки, шкафчики, также для работы. Начать самостоятельную жизнь новоселы готовы. Некоторые, по предложению Андрея Иванова, планируют вернуться в район после окончания учебы. Глядя на великолепную панораму с высоты многоэтажки, Настя Ефремова мечтает о будущем – ясном и безоблачном, как небо за окном. Пусть этот путь будет нелегкий, но я надеюсь, что я его преодолею и буду работать акушер-гинекологом, и будет, получается, новый человек, буду помогать людям, быть счастливыми. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.